Сегодня я с Филиппином буду искать целых 6 автомобилей в туманную погоду по всему Лос-Антусу, побеждая тот, кто первым за 20 минут найдёт 3 машины, или же найдёт больше за 20 минут, потому что за 20 минут найти все эти тачки, возможно, будет нереально, мы сегодня узнаем. Мы ищем вот в такую туманную погоду, реально будет сложно, но опрятать мы будем арендованные тачки с маркетплейса, арендовать мы тачки будем на свой вкус. Я уже, на самом деле, присмотрел себе интересные машины, настало время, пацаны, взять и арендовать себе машину, но арендовывать мы будем для того, чтобы, естественно, просто спрятать. Я мьючись, поехал машину прятать. Давай, 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 проваливай, нахуй, с концами, бля, оплатить наличными, вот эту дряхлую колымагу я ему арендовываю за 30 тысяч, буду её прятать, а что ему ещё спрятать? Слушай, мы правила, я ему лодку, бля, возьму спрячу, хотя я не знаю, как её выгрузить, я ему спрячу бигфут, 100%, и ещё я ему спрячу, знаете чё, я ему спрячу неприметный фургон, чтобы он просто просрал серого цвета, оплачиваем наличными. И идём выгружать тачки, прятать их, скидывать фотографии и будем искать, пацаны. Главная задача, за 20 минут найти как можно больше машин, напоминаю. Хотя, если часто смотреть шорсы, рилсы, то память примерно сжимается до одной минуты, буду напоминать каждую минуту. Первое, что я спрячу, это бигфут, это будет тяжело сделать, но зато контент поехал. Тачка имба, сники бики айк, о, я знаю куда, я сейчас её туда засуну, ебать, он никак в жизни не найдёт, его чё, он никак в жизни не найдёт, ведь. Серьёзно? Ща, да ладно, и так нормально, сойдёт, ща ему скриншот дам, блин. Ооо, а это агент Филиппина стоит, смотрите, это 100% фон, он с нами начинал видос. Ну чё, подскажешь мне где-то, да, спрятал Максимка, за 20 тысяч долларов за машину, да, плачу. Вот вы понимаете, где-то здесь по городу ездит Макса, и он прячет тачки. И как мы с ним ни разу не столкнулись, не пересеклись? Так, мне бы какое-нибудь место, 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 например... Бля, попасть хотел туда, сука. Ооо, так я сюда и спрячу. Слушай, нормальное место, такое прям легчайшее. Машина чёрная, на улице туман, я сюда под дерево её загоняю. Вот такой ему красивый скриншотик отправляю, я готов. Здорово, брат, я спрятал все фотографии, блин, и все тачки. Все фотографии и все тачки, я тебя услышал, понял. Я тебя услышал тоже, я готов скидывать ФТГ, я думаю, надеюсь, ты не найдёшь. Погода улучшилась, мы думали, что будем искать в туман, но оказалось, что мы прячем в туман, а ищем в ясную погоду. Окей, я тебе кидаю, братишка. Я тебе тоже скинул фотографии. Вот так вот, да, Лёха? Я тебя услышал. Посмотрите на то, что у меня есть. У меня есть вот такая фотография, я примерно, ну, примерно представляю. Вот это тоже примерно представляет. Где это просто, где это может быть? Вот за жёлто я поеду, наверное, сразу, кстати, пацаны. Поэтому отправляемся прямо сейчас на Моржести. Это настолько же за, ну чё, я тогда говорю, в Сирии таймер на 20 минут, а ты вот так, да, побежал пешком? А мне ключик надо взять, да, сначала, не дави только. Пожалуйста. Я думал, ты это на той тачке. Не-не-не, это не моя. Да ты, сука. Ой. Сука, Максим отправился искать. Главная задача, за 20 минут сейчас найти три машины или как можно больше две. И если Макс находит одну, то я выигрываю. Короче, правила напоминаю, да. Так, ну а я тем временем загружаю свою БМВ. Есть у меня одна догадка на тачку первую, вот этот X-класс мерседесовский. Так, я сразу ставлю точку. Где, 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 где? Зачем мне ставить точку, если я по памяти туда доеду? Поехал забирать жёлтую машину сразу. А что тут за дорожная эта ТП, блин? Так, я отправляюсь туда, пацаны. У меня навигатор ещё буянит, но хрен с ним. Мы сейчас просто поворачиваем сюда и смотрите что. И смотрите что. Ты вот сразу вот так вот, да, решил определён? Да, жёлтая Супра уже найдена. Как оно изи? Ну это тачка для заманки была. Она для заманки была, потому что остальное это мега тяжело, потому что, ну, вы сами понимаете. Жёлтая, там это церковь, как бы, ну, мы все тут в GTA играли, появлялись тут вначале. Все мы знаем, что это дом Франклина был. Грубо говоря, я уже подъехал к одному зданию, которое очень сильно мне напоминает. А как мне с навигатору убрать этот сраный точку? Кого? Ладно, туда доеду. И, наверное, найду просто там тачку, вот что я думаю. Будет угар, если так оно и есть. Вот очень сильно здание, сука, напоминает мне что-то, но почему-то оно не это или это. Блядь, что это за зелёные ворота? Бля, прикол в том, что у тебя стоит мод графический другой, а у меня другой. И типа там немножко... А у тебя стоит графика? Да, у меня Vice стоит. А-ха-ха, я недавно его ставил, да. Я тоже смотрю, да, блин, всё так знакомо. А у меня с Сакурой, да, у меня 100 гигов, прикинь. 160 гигов весит GTA 5. Ошалеть, брат, ошалеть. Да. Да вот она, ну где-то же тут... Я еду, держу в телефоне все фотографии и... Погоди. Вот я прям чувствую, что это тот самый дом. Погоди, погоди, это вот здесь. Не понимаешь? Это вот здесь надо будет искать, но я по навигатору доеду, потому что я хочу рафлануть, если у меня навигатор стоит прямо туда, куда он спрятал. Бля, это сильное дерьмо, Лёха, будет очень сильное. Давай, вы приехали. Ну вот она помойка, вот она прям, вот она идеальная здесь, как это база автомобиля, но нет, это не то, да, ну на. Еще прям в том, что там фотка-то другая вообще. Так, я пока ищу вот здесь, пацаны, смотрим, надеемся и верим, что где-то вот здесь, на этой точке... Мы приехали. Так, точка могла быть здесь. Слушай, реально очень похоже. Так вот я тоже одну машину как будто нашу, она рядом как будто вот. Бля, это прям вот здесь как будто... Бля, ну здесь будет тяжело искать, но я знаю, где вот зеленая парковка может быть. Бля, ну зеленая парковка мега тяжелая. Тяжело на самом деле тоже. Надо смотреться, надо смотреть, билборд рядом, блядь, может это вообще здание, которое не туда, там. Так, другие что машины. Так, я знаете где поищу? Какая-то, блядь, прикол в том, что у меня Сакуры даже нет никакой в GTA. Ха-ха, тебе по ней лучше не искать. Вот ориентировка, вот эта Сакура вообще мне не... Так, я поеду сюда. Я думаю, преследую, знаешь, какую логику? Что это будет все равно, во всяком случае, недалеко от... От ключика? От ключика, ты думаешь, так, да? Хорошо. Да, да, да. В какой-то степени должно быть недалеко от ключика. А вот это вообще... И будем искать примерно в этих районах. Но я вот здесь все проехал. Все, так сказать, зоны. Поэтому нужно будет уже подсказки. Подсказка будет через сколько? А, еще 2 минуты. У нас уже 4 минуты. 4 минуты прошло. Ну давай, первую подсказку тогда. Бля. Или мало? Первую подсказку я тебе не могу ничего говорить, братан. Это слишком мало еще, чтобы на понимание. Ладно, ладно. Продолжаем поиски, пацаны. 20 минут у меня пока 1-0. Максим вообще ничего, у меня одной машины нет, что ли? Я вот как будто одну машину вот первый сообразил, где она стоит, но не могу додепать. Ха-ха. Но этого не надо делать. Так, смотри. Твоя задача разными способами обмануть эту гребаную ракетку. Мы не играем, мы не входим в азарт. У меня третий разряд по тапанью хомяка вообще. А, ну тогда ладно, если твоя подсказка ключик не рядом. Слушай, а с тапанью хомяка может он тебе подскажет. Вот эта подсказка в виде рядом с ключами, возможно оно и как-то здесь работает. Но это не подсказка была, это предположение, это теория. Потому что у тебя там одна часть, это точно какие-то промзоны. Промзоны те, которые были, я проехал. Но здесь есть еще одни, которые недалеко от ключика, и я вот на них сейчас. Бля, вот оно очень сильно напоминает. Бля, ну оно стопудово вот. И машины-то нет, а машина-то здесь как бы... Не, ну это стопроцентно. Не, машина не могла пропасть, наверное. Я все закрывал. Ты какую ищешь, скажи мне? Ты ищешь Шевроле? Кабриолет? Я ищу... Блядь, я нашел как будто место положения вот этого Родстера, брат. Рядом с чем? Рядом с чем? Давай начнем подсказки. Рядом с чем Родстер? Хорошо, хорошо. Рядом с полицейским участком, участком департамента. У моста. Машина должна стоять здесь. Да-да-да, нет, он там был, да. Тогда 1-0. Но если там нет тачки, да. Одну машину я нашел. Все, Максим нашел одну машину, но видимо ее угнали. Я не знаю, может я ее закрыть забыл. Может это такое происходило. Ну хотя в нее сесть нереально было. Возможно она просто забагалась. Может просто вылетучилась, да. Сейчас мы иголка с тоги сена, блядь. Так, вторая подсказка. Меня интересует машина, которая на зеленой парковке. Это подземная парковка или же она уличная? Это подземная парковка. Это подземная парковка. Это подземная парковка. Короче, у меня есть еще направляющий вопрос. Давай. Касаемо вот этой Сакурой. Где ты эту семью расположил в машине? Где ты нашел эту Сакуру? Я не понимаю. Бля, они на утиле или случайно? Это в центре города, да. Это в центре города. Как будто напоминает, что у Мейсбанка там какие-то были такие... Пока счет 1-1. Я вот тут на свалке пытаюсь найти место похожее. Но я не вижу здесь ничего. Даже близко ориентированно. Грязная палка. Так, можно где-то здесь. Ну-ка. А странно, как у тебя родстер мог пропасть. Они пропали ли другие тачки? Но они же не пропадают спустя время. А, но нет, они не должны. То есть если ты нашел, тогда все ровно чики-пуки. Ты просто... Я пока тебя ждал, час ведь не прошел, да? А, может быть здесь? Бля, вот здесь, кстати, похоже, не? Не, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Бля, какая-то желтая стена. А там сверху вот то, что светит... Там, по сути, дыра же, по сути, да? Ну, дыра, да. Я не знаю, как тебе объяснить. Дыра, не дыра. Я пытаюсь вообще всмотреться. Блин, ну-ка. Подземная парковка. Тогда, скорее всего, ну, подземная парковка где может находиться. Давайте подумаем. Ну, их много. Их достойно так нормально насыпано. Везде. Это вообще же бред. С зеленым местом парковочным, это для... Оно на каждой почти парковке будет. Бля, ну, нет. Я пока проеду мимо, посмотрю на тачку. Там ли моя тачка, одна из них. Хотя я потеряю время, но... Вот реально, вот с этой Сакурой у меня вообще в голове просто полную недопонимание. Какая-то Сакурой насакали тебе там. Короче, я поеду пока следующую искать, потому что у нас ограниченное время. Остается 12 минут, и нам надо еще, как бы, хотя бы... Так, ладно, 12 минут. Я следующую подсказку спрашиваю. Машина, которая спортивная, и сзади такие, как бы, типа, ворота. Это промзона? В гетто? Да. Блядь. У меня все четко сходится, но на ней я не смог. Машина, которая, значит, X-класс, она находится рядом с пирсом Санта-Моники. Так, одна из тачек на месте, под Сакурой, кстати, я проверил. Блядь, вот Сакура самое интересное, что вот... Это вообще, это вообще изичное место. Ты на чем ищешь? А, на той тачке, ладно. Значит, и та машина на том же месте. Насчет пирс Санта-Моники, нет. Но не вблизи с ним, да, короче, вообще? Нет, нет. Тогда вообще ложная догадка моя. Там дома одинаковые прям, прикинь, очень похожие. Пром-зона в гетто тогда, пацаны. Блин, ну это жестко. Пром-зона в гетто, вот думай. Блин, это пол-гетто пром-зона. Ну тогда... Где-то, блядь, должен быть билборд и еще какое-то здание, похожее вот на эту... Ну я только оттуда ехал, блядь, это жестко. А подземную парковку, я думаю, это самое сложное. Это будет в последнюю очередь искать. Хотя, может быть и недалеко он тут. У Мейсбанка может? Может на роддоме залететь. Ой, не у Мейсбанка, да. Может на роддоме вообще найти случайным образом. Ну мы по одной легчайше нашли с тобой. Ну да, да, да. Остали вот так я иду, что припасем, припасем для того, чтобы мозги себе немножко раздуплить. Ну вот это здание не похоже вообще тоже. Я буду внимательно всматривать, потому что тут больше нет варианта. Так, у нас есть... Кирпичное и бежевое здание. Бежевое здание с синими вставками. Если оно такое, то оно со всех сторон периметра такое. Едем искать. Бежевое с синими вставками нужно найти. Вот это голова, Леша, вот это голова. Это же надо так додуматься, куда-то машины запрятать. Мы сейчас реально потеем, вот серьезно. Блядь. Может быть вот это? Ну оно не похоже. Ну мега тяжело, пацаны, я всматриваюсь вообще. Короче, я очки эти ебаные снимаю, ничего не вижу так. Как я... Ты в очках искал, что ли? Да, нет, мне так лучше было. Нет, так реально лучше, они такой вид давали нормально, реально от компа позволяло хорошо сидеть. Что-то ярко. Может быть оно вот это вообще? Блядь, не понимаю. Вся голова уже просто издумалась, додуматься не смогла. Так, вот бежевое здание. А синие вставки на нем будут? Нет какие-то? Ну что ли это вот там где-то в центре? Во, бежевое, погоди, бежевое. Бежевое. С синими вставками и так. А это не она разве? Это тоже не то здание. Так. А у тебя машина какого цвета? Нет, это не она, блядь. Это такие спорткары эти одинаковые. Слушай, ну здание в теории я нашел. В теории, да? Да. Тут пацаны тулятся, алё, что тут происходит? Я вообще ни при чем, блядь. Идите нахуй. Бля, кстати, это гениально же тема, просто поставить машину в гетто, чтобы тебя еще... Да, так меня чуть не затулили тут. Блядь, ну это не то здание. Я здание нашел, я подъехать к нему не могу, алё. Пиздец. Время играет в мою пользу и ситуация тоже. Блядь, я не могу найти это здание вообще, не понимаю. Я близок, я близок к разгадке. Хорошо, Лёха. Это находится, вот, X-класс. Он находится севернее, выше, значит, Мейсбанка. Ниже. Ниже. Блядь. Ну там место тупое, вообще. Тупое, да? Да. Для тупых. Я халтурил там за этим местом, если честно. Халтур. Он прям халтурил на место, но я специально такое сделал, потому что я знаю, что чем хуже постараешься, тем лучше спрячешь. Так вот, иногда эта теория работает, что да. Блядь, ну вот такой ангар. И, ну, блядь, ну это нет этой машины, всё идеально сходится. Да кто стреляет, заебёте? Если он халтурил, если это ниже, значит, Мейсбанка, значит, это где-то рядом с ключом. Вот оно. Я всё примерно понимать начинаю. Не заманите, ладно. Так, подсказка, смотри. По поводу гетто промзоны, это правая часть за речкой получается, да? Сто процентов. Только там. А верхняя или нижняя часть, если пополам её так идеально поделить? Верхняя или нижняя? Ну, верхняя или нижняя часть промзоны. Смотри, к жёлтому черепку или к синему ближе? Ну вот там, в этой территории, Лёха. Вот в этой области. Между, короче, жёлтым и синим черепком, я ещё, я понял. Оно вот вблизи с этой всей шкваркой. Охуенная подсказка, ничего особо не помогла, я тут и искал, как бы тут ездил. Ну, это уже просто место, как будто тебе можно описать. Хорошо, давай, я спрошу один вопрос. У Х-класса, который спрятан ниже Мейсбанка, есть какой-то, значит, какая-то иконка близближайшая активности? Я бы карту сейчас сам знал, сейчас скажу. Вот этот момент очень важный, я тебе тоже потом расскажу сразу в этом. Ну, иконка, а, вот я понял, нет, ну такая есть, как бы, простая, да, иконка есть. Давай по иконке тогда, да, рядом у тебя есть канистра красная. Ну да, 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 с тобой рядом канистра тоже? Ага, классно. То есть, нет, у которой спортивная тачка в промзоне, она с канистрой рядом, да, там? Ну да, ну, блядь, ну это вообще жёсткий мук, я тебе подсказал. Это... Я туда и ехал, я туда и ехал, блядь, я прям вот стою, переменю, просто вот прям здесь. Это всё? Это уже, это прямое, прям. Это прямое, да, я уже вижу здание с синими вставками, походу сейчас на 2-1 выхожу. Это прям жёсткая подсказка. Шесть минут. Ёбнутая. У тебя, ладно, я тебе подскажу, у тебя заправка и, ну, яхты там рядом могут быть. Бля, чё я туда не поехал сразу? Я думаю, где я в центре города мотаюсь, как болванчик. Так, а я тебе что-то как-то прям напрямую подсказал, хотя сам... А, ну я нашёл, я нашёл место, но тачки, к сожалению, здесь нету, но это 2-1, это 100% это место. Вот оно, идеально, как на фотографии. Этот забор... По воротам этим, да? Да, всё, но тачки нет, одна, видимо, пропадает машина. Так, ну смотри, та тачка, которая у Сакуры, она точно была на месте, я проезжал. Сейчас, я тут понимаю, какую-то точку я нашёл вообще. Ой, блядь, вот это здание. Я поеду проверю Х-класс, на всякий случай. Блядь, оно, это реально... Потому что мне, во всяком случае, в ту сторону ехать. Пока 2-1, как-то жиденько я бы даже сказал. Но есть шансы найти подземную парковку, да, по подсказкам. Блядь, жиденько, жиденько, жиденько. Ну вот оно, здание, это 100% здесь, оно где-то должно... Сейчас, я вот прям проедусь там, посмотрю и скажу тебе. Вот она, локация, так, да, и там билборд, если. Вот он билб... А, блядь, так. Сейчас мы... Слушай, ну я как понимаю, я нашёл позицию. Слушай, да, Х-класс это нету. Позицию я нашёл. Блядь, что тачки пропали, да. А это усложняет? Это усложняет, да. Ну ты как бы позицию ещё нашёл, значит... Вот, вот, ну... Блядь, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот, она здесь, она здесь стояла. Ну да, она здесь, мы встретились ещё, сука. Так, у нас осталось 2-2, да, и 6 минут на поиске, сука. Но твоя была точно загружена. Так, подземная парковка, давай искать наводящие... Давай три наводящих вопроса каждый, финальный раунд. Первый вопрос, это центр города или гетто, или Вайнвуд? Ближе, наверное, к Вайнвуду, да. Понял, понял, так. Сакура, она прямо в самом центре города? Да, второй вопрос. Смотри, парковка вот эта подземная, она у какого-то значимого большого места, типа торгового центра или у маленького? Ну там нет торгового центра в ГТА же здесь. Ну, нет, в теории, ну типа как бы ты описал это место. Опиши это место тремя словами, короче, давай. Это место активности, это место рядом с Вайнвудом. Что, как тебе еще дальше-то больше сказать, Вуха, блин, я уже не знаю, третий какой-то... Ну, сам спрашиваю. Ну, ты пока, ты у меня спроси. Так, ну это... Как тебе зубы заговариваю, она Вайнвуд едут. Это прямо у Мейсбанка где-то чувствуется. Ну, сейчас скажу, погоди. Сам раз... Ну, через дорогу, так скажем, от него. Через дорогу? Ну, через большую дорогу, да, не через маленькую. Ага. То есть это тоже ближе к Вайнвуду, давай так. Бля, вот это уже сложная, потная, да, такая отземка? Давай, и третий вопрос, так. Третий вопрос на базу. А, на тебе срочно желтая стадия. Так, подскажи самую наиближайшую иконку к этому месту. Церковь. Значок церкви, так. Тогда у тебя... У меня какая ближайшая точка? Подожди. Сейчас осмотрю. Вспоминай. Это прям на карте церковь есть? Что? Да, да, церковь один из трех. Ага. Это место, точка, ну, около которой... Уйдите. Понял. У тебя точка, около которой ты можешь... У тебя ключик. Самая ближайшая, кстати, будет. Да, это самая ближайшая. Я буду прав, потому что это будет ближе всего из всех. Гаечный ключик на выгрузку машин. Да ладно. Подожди. Да ну, ну. Блядь, ну реально интересно. Где тут Сакура-то завоняла? Ну, Сакура... Она только у меня, понимаешь? Из-за моды на деревья. Но тебе надо смотреть на стену. Ты по стене поймешь все по кирпичу? Это... Я по стене, по кирпичу, да, я понял. Это же самое простое, что можно было сделать. Тебе только по стене... Но с таким кирпичом это единственное здание вообще в игре. С желтым кирпичом. Я, кстати, один из вопросов, который тебе задавал, спалил. Буквально. Сам наводя вопрос, спалил, где стоит машина. Так что вспоминай, что у тебя задавал такие вопросы. Единственное такое здание рядом с парковкой, блядь. А не вы что ли это та, где битва рандома вонючая проходила все. Слышите у нас. Это близко, это близко, это близко. Давай так. Но это не на Вайнвуде. Это не на Вайнвуде? Сакура, она мне вообще не понимает. Да не Сакура там. Так, я на парковке, но она подземная, блядь. Еще и подземный въезд, это вообще бред. Как он мог заныкать? Куда вообще? Блядь. Вот и аналогично и к тебе, слушай, вопросы-то. Она прям реально под землей, то есть вообще даже солнце туда не попадает, да? Да, 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 это максимальная подземка. Ебать. По каким я шерстям езжу, я не понимаю. Так, ага, ага, ага. Так, ну это тоже не то, это не то пространство. Это санный угол, Макса. Засанный угол, Сакура. Но в котором бы ты захотел поссать, да, реально. Самая наиближайшая точка. А ты захотел туда машину спрятать, я тебя понял. Да, я ищу пару подземных въезд, блядь, у церкви это вообще бред какой-то. Как? Оно здесь где-то может быть. Блядь, поссать за углом вообще. Это самая наиближайшая точка, но здесь тоже. Ребята, таймер закончился на 20 минутах. Мы не стали менять правила, но я придумал интересную вещь. Сейчас мы узнаем, где находились в реальности эти тачки. И еще параллельно мы, короче, как подумали. Во всяком случае, в шоу должен быть проигравший. Именно поэтому мы отправимся в казик и каждый по полмиллиона поставить в определенный сектор. И таким образом мы посмотрим, что из этого получится. Но мне все-таки интересно посмотреть, где была моя тачка, а я Максе покажу, где была его. Давай. Бля, все, ладно. Ну, вот смотри-ка. Я просто 3 метра не доехал, где я стоял. Я был даже ближе, бля. Где она? Ну, она вот тоже пропала, но вот она вот здесь. Мы уже перезаходили тысячу раз, да. Она вот здесь стояла. Так, а у тебя какая машина не была найдена? А, вот здесь слева. Вот. Ну вот, прям назад. Вот здесь? Вот просто вот под Сакурой. У тебя что здесь? Бля, чел вылетел. Ебать, это актер, я его нанял. Еще первая дюжина паже. Все, заканчиваем эту серию, пацаны. Проиграли оба. При этом же ничья, я вообще удивлен этому. Конечно, сука, два лоха просто. Ни машину не нашли, ни денег не выиграли, ничего. Но закончим эту серию на приятной ноте, потому что это было реально сложно. Мы планируем в следующей серии усложнить еще больше челлендж, но как он будет усложнен, увидите в следующем видосе. До скорых встреч, пока. Спасибо и адьос, амигас, гайз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok